Всем привет, меня зовут Владимир и в данной ролике поговорим об аддонах для Blender, которые позволяют улучшать, оптимизировать, ускорять работу в программе и так далее. Вкладка для работы с аддонами находится Edit, Preferences и вкладка Addons. Здесь представлен список аддонов, которые уже установлены и которые активированы в программе, где стоит галочка. В более ранних версиях аддоны мы устанавливали прямо здесь, начиная с версии Blender 4.2, для этого появилась отдельная категория Get Extensions. Здесь в первую очередь необходимо нажать кнопку Allow Online Access, то есть предоставить доступ, для того, чтобы мы могли скачивать все вот эти ресурсы через интернет. Также данное свойство находится на вкладке System в разделе Network. После этого должен подгрузиться в список всех аддонов, которые мы можем установить. Если на данном этапе у вас вдруг выскочила ошибка, что он не может выгрузить вот эти все изменения, то есть несколько вариантов. Первый вариант попробовать Blender в принципе перезапустить. Второй вариант подождать какое-то время и снова запустить Blender. Третий вариант это запустить Blender от имени администратора. Например, мне помог именно третий способ. У меня изначально данный список не прогружался. И уже после этого здесь у нас будут отображаться все аддоны, мы можем их в принципе скачивать и устанавливать. Но работать с ними здесь не очень удобно. Во-первых, толком никакого описания нету, сами они все в списке, не пойми как, никаких фильтров нету. Гораздо удобнее их искать уже на самом сайте, откуда мы их скачиваем. Например, выберем какой-нибудь любой аддон и посетим веб-сайт extensionsblender.org. И там сразу перейдем на главную страничку. Здесь у нас есть два основных раздела. Первый это аддоны, про которые мы с вами и поговорим. И второе это темы для Blender. Можно изменить визуальное отображение интерфейса. После чего перейдем в раздел Addons. И уже здесь можем узнать более подробную информацию о каждом аддоне. Можем пользоваться фильтрами. И здесь как раз все аддоны уже разбиты по категориям. Например, выберем категорию Add Mesh. Здесь, например, представлены аддоны, которые позволяют нам использовать какие-то шаблонные и дополнительные инструменты для создания новой геометрии в Blender. И каждый аддон мы можем открыть, посмотреть, что он у себя представляет. Где-то есть видео, где-то есть картинки. Есть, соответственно, описание, размер данных аддонов. В целом, исчерпывающую информацию можно получить о каждом аддоне. И уже с этим можно более-менее работать. И рассмотрим небольшой список аддонов, которые вам, возможно, пригодятся в дальнейшем работе. Рассмотрим порядок установки аддонов. Например, выберем аддон ANT Landscape. Данный аддон предназначен для генерации различных ландшафтов при помощи шаблонов. Для установки аддона мы нажимаем кнопку Get Addon, и у нас появляется такая вот кнопочка. После этого мы можем окно браузера немножко уменьшить и потянуть за данную кнопку. После чего перенести его просто в окно Blender. Вот у нас появляется всплывающее меню Install Extensions. И здесь, соответственно, выбираем, хотим ли мы устанавливать данный аддон. Нажимаем ОК. Второй способ – это найти его уже через поиск в самом Blender. Например, выберем следующий аддон, который мы также разберем. Extra Mesh Objects. Здесь начинаем вводить, например, Extra. Вот здесь у нас также представлено несколько аддонов. Находим Extra Mesh Objects и также нажимаем Install. Если же необходимо установить аддон, который у вас уже скачен на компьютере. Как раньше, например, можно было скачать аддон в формате .zip и уже в Blender его подгрузить. Для этого в разделе Get Extensions у нас есть такая вот стрелочка. И у нас там есть операция Install From Dix. Мы ее нажимаем, у нас открывается проводник. И в этом проводнике мы уже находим наш аддон в формате .zip. Из данной категории Add Mesh я добавлю еще несколько аддонов. А именно это Maze Generator для генерации различных лабиринтов. Затем Bolt Factory и Archimesh. После того, как мы установили аддоны в программе, нам необходимо их активировать, чтобы мы могли их использовать. Для этого мы уже переходим на вкладку Addons. И как мы видим, уже аддоны, которые мы установили, они автоматически активировались. Здесь у них уже флаги стоят. Таким образом, здесь мы можем включать и выключать отдельный аддон. И давайте пройдемся по аддонам из категории Add Mesh, которые позволяют нам использовать дополнительную геометрию в качестве шаблонов. Но перед началом работы я скачаю еще один аддон Screencast Case, который позволяет вводить клавиши, которые я нажимаю на клавиатуре. Нажму клавишу N. Вот он здесь, аддон появился. Я его активирую. И у нас появляются подсказки. Единственное, что мы можем сделать размер их чуть побольше. И вот теперь в левом нижнем углу отображаются, какие кнопки на клавиатуре, на мышке я нажимаю. Итак, перейдем к разбору первого аддона, который называется ANT Landscape. Для этого мы переходим на вкладку Mesh и видим, что у нас появились дополнительные шаблоны, которые мы можем использовать в качестве базовой геометрии. Начнем с шаблона Landscape. Данный инструмент позволяет нам генерировать различные ландшафты в виде Mesh. И у большинства аддонов есть дополнительный параметр. Для этого мы слева внизу раскрываем меню и видим, что здесь есть огромное множество различных настроек, которые мы можем регулировать. И таким образом процедурно создавать различные ландшафты. В принципе, можно попробовать с ними со всеми здесь поиграться, здесь достаточно много разных параметров. Но здесь из интересного это опять же шаблоны. У нас есть верхняя вкладка Operator Presets, здесь есть различные пресеты, то есть шаблоны различных ландшафтов. То есть можно сразу подобрать тот, который вам в принципе нужен и затем уже как-то под себя доработать. Следующая категория по большей части относится к аддону Extra Mesh Objects. То есть здесь у нас есть различные категории. К примеру, есть категория Pipe Joints, позволяет создавать различные шаблоны труб. Например, выберем T-Joint, у нас появляется такое вот соединение трубное в виде буквы T. И тоже здесь можем настраивать различные параметры, количество граней боковых, угол соединения и так далее. Есть уже что-то более узконаправленное, например, в складке Extras. Например, можем создавать какие-то различные звездочки. Есть уже что-то более глобальное, например, Wall Factory. И мы можем уже создавать такие вот целые процедурные стенки. Следующий аддон Bolt Factory у нас представлен в виде такой вот функции Bolt. И здесь можем создавать различные болты и гайки. Здесь у нас есть два типа данных объектов. И есть множество дополнительных параметров. Тоже есть различные типа болтов, различные типа гаек, различные с резьбой и так далее. Следующий аддон Archimash предназначен для проектирования интерьеров и экстерьеров. Удобнее с ним работать через боковое меню. Если мы нажмем к клавишу End, у нас есть раздел Create. Здесь у нас есть тот же Landscape. И есть раздел Archimash. При помощи него можно создавать различные элементы, вроде дверей, стен, потолков, каких-то окон и так далее. Например, можем добавить первый элемент Room. У нас появляется такая вот стенка, сразу с плинтусом. И можем настраивать параметры данной стенки. Во-первых, настраивать ее длину. Настраивать ширину вот этого плинтуса. Можем добавить дополнительную стенку. Выбрать ее вторую. Также задать ей длину. Если нужно, в противоположную сторону просто задаем отрицательную. И так далее. То есть таким вот образом просто выстраиваем нашу комнату. Можно добавить Sailing. У нас добавится потолок. Можно добавить Floor. Соответственно, добавится пол. Кроме того, что можно добавлять стены, можно добавлять и другие различные элементы. Например, можно добавлять двери. И здесь тоже все завязано на шаблонах. Например, есть различные модели дверей. Есть различные модели ручек. В принципе, чтобы это все не моделировать, сразу берем какие-то готовые шаблоны. Например, есть модели окон, различные лестницы. Ну и кроме этого, есть какие-то отдельные пропсы, вроде книг, каких-то лампочек. Тоже для работы с интерьером. Здесь же на вкладке видим, у нас есть аддон Maze Generator. Он позволяет нам процедурно генерировать целый лабиринт. Мы нажимаем Gerate Maze. И он сразу генерирует какой-то случайный лабиринт. Здесь можно настраивать его параметры, сколько у нас будет этих секций, сколько будет разных итераций, высота, ширина этих стенок. В принципе, тоже достаточно интересный аддон. Давайте рассмотрим еще несколько аддонов, которые также, возможно, пригодятся в работе. Перейдем в раздел Add Curve и также скачаем несколько аддонов уже по работе с кривыми. А именно это аддон Extra Curve Objects и Seppling Triggen. После этого у нас на вкладке Curve появляется огромное множество дополнительных кривых, которые мы можем использовать. Например, выберем кривую Arc и видим, что это у нас кривая в виде такой вот дуги. Также обязательно используем дополнительные настройки, которые у нас есть в левом нижнем углу, где можно настраивать различные параметры. Например, можем использовать Radius, можем использовать количество вершинок у данной дуги и так далее. Здесь же можно переключаться на все дополнительные типы кривых, к которым добавились вместе с данным аддоном. Например, можем выбрать сектор. И здесь у нас уже добавляется дополнительный параметр по углу. То есть, можем задать, какой сектор у нас будет в виде данной дуги. И при этом можем работать с ними, как с обычными кривыми. Например, можем перейти на вкладку работы с кривыми и, например, сделать, чтобы это у нас была плоскость, то есть какой-то сектор дороги. Для этого здесь нам необходимо ее замкнуть, либо можем, например, переключить ее в режим 3D и задать ей объемы при помощи свойства Beo. Кроме таких дополнительных форм кривых, есть и уже более сложные формы. Например, можем перейти в раздел Curve Spirals и выбрать, например, первый режим Arc Median. Здесь уже можно делать какие-то более сложные кривые в виде спиралей, каких-то закруток и так далее. Например, с данной кривой мы можем просто немножко увеличить высоту и уже увеличить количество вот этих вот оборотов. И видим, что получаем такую вот как раз спиральку. При этом можем регулировать различные параметры. Радиус. Можем сделать, чтобы она у нас расходилась, либо сходилась. То есть сделать какую-то, например, даже елочку. И так далее. Второй дан, который мы активировали, это Sampling Trigene. Он позволяет процедурно создавать деревья через кривые. Здесь тоже есть различные параметры. Есть разные вкладки для изменения геометрии, работы с отдельными ветками, с листьями и так далее. Но также есть и готовый пресет. То есть можно выбрать какие-то готовые деревья. Из интересного, что здесь могу отметить, это в первую очередь можем добавить как раз листья. Нажать галочку Show Leaves. И, например, сделать их чуть побольше. И второе, это мы можем быстро анимировать данные деревья, а именно сделать анимацию для веток. Для этого мы заходим на вкладку Armature и отмечаем галочку Use Armature. У нас появляются, как видим, такие вот косточки для каждой ветки. И затем переходим на вкладку Animation. Здесь отмечаем галочки Armature Animation, Leaf Animation. Ну и можно Fast Preview, чтобы это все чуть побыстрее работало. Нажимаем пробел и вот у нас уже все веточки как от ветра качаются. Можно Fast Preview убрать, посмотрите, как это выглядит. То есть мы буквально в пару кликов добавили процеду на дерево и уже его заанимировали. В принципе, для какого-то анимированного фона вполне себе подойдет. Аддон AutoMirror позволяет быстро накинуть модификатор Mirror на объект. Например, у меня есть цельная моделька обезьянки. Я перехожу на вкладку Edit, AutoMirror и убираю ось, по которой я хочу сделать симметрию. И вот у меня половина меша обрезалась и накинулся модификатор Mirror. По сути, это такой быстрый способ накидывания данного модификатора. Тоже, по сути, позволяет быстро принять модификатор, только уже булевой операцией. Например, у меня есть какой-то кубик. Я хочу им отсечь тоже часть данного меша. Я выделяю кубик. Затем выделяю объект, из которого хочу вырезать данную часть. И также у нас есть операция Boolean. Здесь мы выбираем, что мы хотим сделать с данными объектами. И я советую использовать операции из вкладки Brush Boolean. Например, выбрать режим Difference. И вот у нас вырезается один объект из другого. При этом наш кубик, он превратился в такую вот wireframe сетку. И при этом мы эту маску можем сейчас вот так вот двигать. И, соответственно, динамически вырезать часть меша из нашей обезьянки. То есть, по сути, у нас используется все тот же модификатор Boolean, только уже в более удобной и быстрой форме. Следующий аддон LoopTools позволяет нам каким-то образом уже преобразовывать наш текущий меш. Например, у меня есть кубик. Мне необходимо вырезать отверстие в данном кубике. Ну, для этого мне необходимо хотя бы пару раз его подразделить. И, например, сверху мне необходимо сделать отверстие. Я выделяю четыре данной грани. LoopTools, Circle. И вот у меня постарался все эти вершинки уже преобразовать в круг. И, например, могу это выдавить уже внутрь. Также есть множество других режимов. Тоже можете пробовать с ним поэкспериментировать. Но в большинстве случаев LoopTools нужен для создания отверстий. Еще один аддон, который мы не разобрали, Maze AnyMesh, позволяет любой меш приобретить тоже, опять же, в лабиринт. Для этого нам необходимо немножко добавить полигонов. Я добавлю подразделений. И в режиме редактирования на вкладке Mesh у нас есть операция Maze Mesh Selection. И видим, что здесь у нас появляется лабиринт уже на основе текущего нашего кубика. Также есть Random Seed. Можем генерацию данного лабиринта подправить. Его ширину, параметр Width, но с ней нужно поаккуратнее. Но тоже позволяет так вот быстро и процедурно сгенерировать какой-то лабиринт. И таким образом видим наглядность и пользу аддонов при работе в Blender. Здесь хорошая практика будет зайти как раз на данный сайт Extensions, погулять по категориям, посмотреть разные аддоны, попробовать их подскачивать, посмотреть их функционал. То есть, в принципе, отдельные аддоны могут значительно ускорить работу при работе в Blender. При этом, если вы не только хотите быстро и удобно создавать различные 3D-модели, но и как-то применять их в деле, например, в тех же игровых движках, то советуем обратить внимание на мой курс VR-разработчик на Unity. Данный курс разбит на несколько модулей, где в том числе есть и 3D-моделирование в Blender, и работа в игровом движке Unity, программирование игровых механик и работа с VR-оборудованием. Данный курс, он связывает отдельные компетенции для того, чтобы можно было разрабатывать уже самостоятельно как VR-игры, так и обычные 3D-игры. При этом, для прохождения курса не обязательно наличие VR-оборудования, если вдруг это кого-то смущает. Да, возможно, вы не в полной мере изучите материал, но в целом такую базу для разработки игр вы в данном курсе получите. Поэтому советую перейти по ссылке и хотя бы почитать описание, посмотреть, про что курс, какие там есть темы, есть демо-урок, можно его посмотреть. И в целом, возможно, вам курс данный понравится и вы захотите его пройти. А на этом у меня все, поэтому всем удачи и пока!